Всем привет! С вами снова Сергей Романов, эксперт аукциона Гуднер. Наша тема – нюансы коллекционирования царской чешуи. Какие монеты не стыдно положить в коллекцию? Самый главный нюанс в коллекционировании царской чешуи – ее много. Ее обнаруживают в разных количествах – от нескольких штук, спрятанных в шахматной фигурке, до насчитывающего десятки тысяч монет комплекса Солянской улицы в Москве. И из года в год ее меньше не становится. Да и, наверное, никогда не станет. Самый большой вызов для коллекционера чешуи – как найти в океане монет достойный коллекционирования экземпляров. Следует ли поступиться качеством, если монета редкая? И, наконец, можно ли класть в коллекцию монеты с дырками и ломаные экземпляры? Давайте обо всем по порядку. Исходя из специфики изготовления русских средневековых монет, их состояние определяется тем, насколько полное изображение со штемпеля попало на монету. Согласно каталогу Клещиного Гришина, отличное состояние – это когда на монету попало две трети штемпелей. На ней отсутствуют потертости, либо дефекты чеканки. И сама поверхность монеты гладкая. Хорошее состояние – когда попала одна вторая площадь штемпеля, либо две третьих, но с дефектами и потертостями. Удовлетворительная – одна треть площадь штемпелей, либо больше, но с дефектами. Ну и, наконец, плохое состояние, когда монета сильно потерта, но возможна ее идентификация. Такая ситуация была 20 лет назад. Сейчас ее сильно поменялось. Во-первых, появилось большее количество монет в исключительном состоянии. На аукционе Гуннер принята следующая градация качества монет. Превосходная, отличная, очень хорошая, хорошая и удовлетворительная. Два последних грейда мы стараемся не брать, но бывает, что в исключительных случаях ставим и в удовлетворительном состоянии. Во-вторых, за последние годы сильно изменился подход к коллекционированию чешуей. Разбирая старые коллекции, можно встретить много монет плохого качества с отверстиями, подломами. Сейчас такое уже себе никто не кладет. В связи с тем, что в тему пришло очень много коллекционеров империи, и с собой они принесли и соответствующие требования к качеству монет. То есть эти требования значительно возросли. Фактически сейчас требования к коллекционеру чешуей такие же, как к серебряным рублям. Что приводит нас к третьему пункту. Как быть, когда монета редкая, но в плохом виде? Действительно, есть ряд монет, которые сложно найти в превосходном или даже отличном виде. Например, весь чекан Алексея Михайловича, поздний чекан Михаила Федоровича, его же новгородский чекан, тоже довольно капризен по качеству. И это только крупные вехи, я сознательно не привожу в пример отдельной штемпельной разновидности разных периодов. К примеру, единоличный Петр должен быть только с датой. В хорошем виде можно найти практически все массовые монеты. Например, весь чекан Ивана Грозного, коронационные портретные копейки Бориса Годунова, ранний чекан Михаила Романова. Как быть, когда у тебя лежит красивый ранний Михаил и некрасивый поздний? Эту дилемму каждый решает для себя сам. Нужно понимать, что некоторые монеты в хорошем виде просто не найти. Лично я двигаюсь методом замены. Как только мне удается найти лучшую по качеству монеты, я заменяю предыдущую или переношу ее в дубли. Такой способ, кстати, не позволяет хранить коллекцию в холдерах, а только в листах-слайдерах. Иначе просто холдеры постоянно приходится рвать и выбрасывать при заменах. Монеты с отверстиями я тоже кладу и держу до тех пор, пока не заменю на лучшую. А вот ломаные монеты не люблю, только если это не фальшивые монеты под обращением. Всем пока, до новых встреч, ставьте лайки, колокольчики, заходите на форум, задавайте вопросы.